МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такие слоганы, конечно, вызовут много вопросов у граждан многонациональной России. Впрочем, все это не важно. На деле большинство иностранцев и российских участников посещают подобные сборы с единственной целью – как следует отдохнуть. С утра и до самого вечера почти полторы тысячи человек, включая журналистов и организаторов площадок, развлекаются в гигантском торговом центре в промзоне Оренбурга. Впечатляющий размерами комплекс «Армада» возник на базе самого крупного в мире и Оренбургского комбината по производству шелковых тканей. Промышленный гигант когда-то обеспечивал работы от 5 до 10 тысяч жителей города. Теперь это рай потребителя. Здесь можно даже молиться, ведь на территории работает храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Согласно официальному сайту, это центр духовной жизни города. К сожалению, данное обстоятельство не спасло его посетителей от пожара, случившегося в 2014. Вообще в Оренбурге в свое время находилось 30 подобных предприятий, это самое крупное. Каждое разворовали и уничтожили. Их работникам больно и обидно, когда они заходят на территорию торгового центра и поднимают голову наверх, то в щели между отделочными покрытиями видят промышленную аппаратуру, оставшуюся от прежних времен. Но вернемся к Евразии. Всего на форуме 800 человек, которые разбились на 20 команд, плюс около 200 волонтеров и разного рода гости. Ведущие, спикеры, певцы, танцоры, шоумены, прибывшие для развлечения форумчан. Основной контингент, конечно, студенты. Они хорошо друг друга знают. Ребята фактически не учатся, они налаживают связи для дальнейшего карьерного роста. Правда, будет этот карьерный рост у единиц. Основная цель как молодых, так и взрослых делегатов – хорошая тусовка. Организаторы это прекрасно понимают. Театральные представления, танцевальные шоу между лекциями. Открытие с исполнителем Натаном, орущим на весь стадион «Слышь, ты че такая дерзкая?» И уточняющим, есть ли зрителям 18, прежде чем начать завористый рэп о крутости секса или пользе беспорядочных половых связей. Ежедневные ночные пьянки и крепкий сон на утренних лекциях. Закрытие с новой суперзвездой Олегом Майами, участником проекта «Дом-2» и протеже Максима Фадеева. На каждом форуме происходит раздача грантов для прогрессивной молодежи. Деньги выделяются, наверное, гигантские. Все согласно девизу Росмолодежи – Россия, страна, возможности. Трудно с этим не согласиться. Хотите попасть в параллельную реальность, послушать умных, модных, трендовых, максимально оторванных от народа спикеров и модераторов? Совершенно бесплатно посмотреть какой-нибудь город и развлечься по полной программе? Сколько стоят такого рода праздники жизни? Какую цену платят организаторы за этот пир во время чумы?